Прием у социолога. Вернувшись из очередной заграничной командировки и написав отчеты для лаборатории и института, социолог устроил грандиозный прием. Были приглашены претендент, мыслитель, сотрудник, литератор, художник, шизофреник, клеветник, карьерист и многие другие. Поводов для приема было несколько. Во-первых, социолог был в такой командировке, в какой никто из приглашенных еще не был и вряд ли будет. Помимо разнообразных умопомрачительных вещей, джинсы, порнографические открытки, книги запрещенных здесь писателей и тому подобное, социолог привез впечатления и стремился их выложить во всеуслышание. Во-вторых, он наконец-то закончил меблировку новой квартиры, которую он в отличие от большинства представителей творческой и прогрессивной интеллигенции, за исключением претендента, мыслителя, литератора, художника и кое-кого других, получил на службе за заслуги, а не купил в кооперативе. В квартиру были вложены огромные деньги. Два гарнитура мебели по четыре тысячи, один гарнитур за полторы тысячи, прочая мебель поштучно из комиссионных магазинов, три хрустальные антикварные люстры, около сорока антикварных подсвечников, несколько распятий, полтора десятка икон, более десяти комплектов книжных полок, битком набитых заграничными книжками и прочее, и прочее, и прочее. Социолог хотел было купить у Мазилы одну гравюру за 25 рублей, но у него случайно не оказалось с собой денег и Мазила подарил ему на новоселье пару гравюр по полторы сотни каждая. Все это великолепие надо было показать. Правда, через это великолепие было практически невозможно пробраться в спальню, и та почти всегда пустовала. Но это мало беспокоило социолога и супругу, так как они в основном жили и работали на бесплатной даче, предоставляемой им институтом, на время написания отчетов и в коротких промежутках между ними. Но главным достоинством квартиры социолога был дом, в котором она помещалась. Когда социолог, гладя бороду и любуясь на себя, небрежно сообщал, где он получил квартиру, все делали круглые глаза и говорили «Ого!». Над квартирой социолога жил чемпион, а под ним – испытатель. У чемпиона каждый вечер гремела музыка и топали так, что у социолога тряслись хрустальные подвески в люстрах. А испытатель поносил все на свете и в особенности наши порядочки с такой ужасающей силой, что подпрыгивали многочисленные подсвечники, а иконы распятия начинали угрожающе раскачиваться. Но это не раздражало социолога и его супругу, а наполняло их сознанием своей значительности и причастности к высшим сферам. В-третьих, супруга социолога сшила по рисунку крупнейшего в Ибанске модельера необыкновенное платье, заплатив за рисунок тысячу рублей, за шитье 500 рублей, за марлю – платье из марли – пятерку, и за раскраску марли масляными красками – 500 рублей. А платье в Ибанске ходили противоречивые слухи, и чтобы внести в эту проблему ясность и определенность, платье было решено продемонстрировать публично. Стол был завален едой из закрытого распределителя. Шизофреник, увидев в огромном количестве красную и черную икру, севрюгу, судака, салями и прочие вещи, названия которых он не знал, спросил, настоящее ли все это. Болтун сказал, что он считал такие продукты давно вымершими ископаемыми. Вечер прошел непринужденно, весело и, как заметила супруга, содержательно. Социолог говорил о том, насколько порядков выше уровень жизни там, и как жалко мы выглядим в сравнении с ними. Супруга говорила, что мы должны вместе, нам нужно сообща, мы должны их. Претендент говорил, что они – невежды, реакционеры, хапуги и карьеристы. Приводил примеры и излагал планы. Из его слов было убедительно ясно, что если претендент не станет директором, мыслитель – редактором, социолог – корреспондентом, супруга – руководителем, а все присутствующие начальниками, заместителями, помощниками и сочувствующими нам, то все достижения и успехи пойдут прахом, и цивилизация не сможет подняться на еще более высокий уровень. Мыслитель сидел, закинув одну вельветовую штанину на другую, подперев лысину пухлой ручкой с грязными ногтями и иронически усмехаясь. Было много вина, анекдотов, шуток, сплетен, слухов. Говорили о тряпках, о мебели, о внутренней и внешней политике. Поносили всех отсутствующих. Литератор рассказывал анекдоты про заведующего. Однажды, говорил он, когда хохот и крик немного стихли, к нему постучали. Он подошел к двери, нацепил очки, вынул бумажку из кармана и зачитал «Хто там?». Сотрудник стал рассказывать о неизвестных фактах и известных мерах. Социолог сказал, что, несмотря ни на что, мы на целую голову выше их в духовном отношении. «У нас духовная драма, у них нет. Они жиру бесятся, а мы в нищете. Хотя по уровню внутренней духовной культуры мы дадим им сто очков вперед». Супруга сказала, что ей в последнее время приходит в голову мысль о том, что таинственная для них, а не для нас, конечно, ибанская душа, есть результат полного непонимания ими, конфликта нашей богатой духовной жизни и бедных условий нашего существования, а не смешения Востока и Запада. Шизофреник и клеветник потихоньку смылись. «Какой-то кошмар», сказал шизофреник. «Они и нас с тобой зачисляет в свое «мы». А этой зажравшейся дури, видите ли, мысли приходят в голову. Только куда они потом деваются? Неужели они свои идиотские бредовые сочинения в самом деле считают мыслями?» «Разумеется», сказал клеветник. «Как-никак, это наша интеллектуальная элита, духовные вожди нашего общества. А насчет таинственной ибанской души она недалека от истины. Только с небольшим коррективом», сказал шизофреник. «Представь себе, что мозговые клетки – это человечки со всеми социальными свойствами, связями и отношениями. И ведут эти человечки себя так же, как и мы. Так что ибанская таинственная душа – это лишь ибанский общеизвестный бардак, возведенный в энную степень, перенесенный в ибанскую голову, но не преобразованный в ней. Труднее всего разгадать тайну, которой нет», сказал клеветник. «Скучно».